Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. В Словении продолжается пятый этап Гран-при среди юниоров. Илья Яблоков после короткой программы опережает ближайшего преследователя на 11 баллов. Сегодня ритм-танец славянской публике представили пары. Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол являются лидерами. За прокат они набрали 66 баллов. Натали Далессандро и Брюсу Эдл, которые обыграли российский дуэт на прошлом этапе, идут вторыми. В их активе 64,26 балла. Еще одна пара из России расположилась на четвертом месте. На первом этапе Кубка России короткие программы откатали спортивные пары. Лидерство захватили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они исполнили тройной тулуп с небольшой ошибкой на приземлении. Затем последовала тройная подкрутка, и чистейший выброс в тройной риттбергер. За прокат фигуристы получили 79,66 балла. Вторыми идут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Они набрали 70,28 балла. Карина Акопова и Никита Рахманин замкнули тройку лидеров. Их выступление оценили на 69,50 балла. Перед тем как перейти к следующей новости призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Марк Кондратюб завоевал для сборной России третью квоту в мужском катании на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Марк откатал произвольную программу без падений, получив 159,58 балла. Сумма за два дня 241,06 балла. Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступит три россиянина. Тогда на зимних играх в Солт-Лейк-Сити страну представляли Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Апт. Сборная России по фигурному катанию впервые в истории получила максимальную квоту на Олимпиаду. По три лицензии взяли представители мужского, женского и парного катаний, а также танцев на льду. Поздравляю всех с таким результатом. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.